Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой же Сплэй канал и мы продолжаем проходить Дюну 2000, версия для первой PlayStation за Атрейдесов. Ну чё, третья миссия, где мы по идее должны теперь уже с зелеными ребятами повоевать, то есть с Ордесами. Ну давайте на нижнюю территорию нападём, чё у нас тут? Итак, задание простое, соберите всего лишь 5000 Солярисов Спайса, как можно быстрее приведите войска Атрейдесов в состояние полной боевой готовности, отбивайтесь от врагов и продолжайте собирать Спайс. Ворска Ордесов слабы, но многочисленны. Для борьбы с Ордесами вам нужно будет производить квады. О, нам дают квады эти, да, квадроциклы, ну или как они там? Ну короче, да, машинки, которые хороший урон по технике дают как раз таки. Четырёхколёсные средства, имеющие лучше, чем у Трайков, характеристики. Модернизируйте лёгкий завод, чтобы на нём можно было производить эту технику. Не теряйтесь перед превосходящим вас врагом. Удачи. Спасибо. Отлично, командир. Герцог доволен тобой и даёт тебе новое поручение. Наша разведка доложила, что в районе Туорна находится база Ордесов. Они добывают там Спайс. Там больше Трайков, чем Харвестеров. Нам не выдержать войны на два фронта, поэтому не начинай боя. Только быстро собирай Спайс. А если они нападут, похорони их базу в песке. Ну да, ну да. И начинайте с ними войну. А если они нападут тогда, то что нам делать? Да? Ты умный, Джон Рис Дэвис. Советы даёшь прям как, не знаю, бабка на лавке. Так, ну поехали. Как всегда, начало у нас классическое. Так, если я правильно помню, противник у нас где-то справа должен быть. Поэтому как раз-таки вот вправо и развиваемся. Ну и держим оборону, естественно, да? Так, давай сюда немножко салатиков поубираем. Ага, идеальное место под энергостанцию. Кстати. Да, если я правильно помню, противник где-то справа у нас тут будет тусить. И можно вниз поехать, ещё там какую-то базу сделать. Ну или не сделать базу, я имею ввиду, ну какие-то силы свои сделать вниз. Ну типа я имею ввиду на карте. Видите, мы находимся слева сверху. А противник находится вроде как справа сверху, если я правильно помню. Так, тут делаем, значит, рефайнери. Потому что тут спайса много, вот он уже есть. Виднеется на горизонте. Священная меланжа. Так. Давай ещё плиты. Нам надо ещё чуть-чуть плит. Я же как вам говорил в первом видео, да? Я тот извращенец, который люблю застраивать всё плитами, а потом уже на них строить что-то. Так, кстати, задача у нас здесь вроде как довольно простая. Типа просто собрать пять тысяч меланжей и на этом всё. То есть там даже не нужно воевать с ордосами. Ну там, знаете, типа здесь нет условия. Типа или собери пять тысяч спайса, или убей ордосов. То есть такого тут нет. Или-или, да? Тут надо только это сделать. Кстати, давай разведаем территорию, пока у нас завод строится. Давай глянем, что у нас тут. Есть ли у нас тут спайс? Наверное, есть. В этом уголку. Да, есть немножко. То есть можно будет фабрику и здесь где-то, вот здесь где-то влепить. Сейчас глянем, какие у нас вообще границы наших скал. Ага, вот где-то тут. Да, и спайс где-то у нас тут тоже есть, наверное. Нет, тут песчаные дюны. А спайс где? Ага, вот и спайс, я понял. Хорошо. Возвращайся домой. Так, фабрика готова. Поехали. Давай где-то тут, может быть, казар мы еще влепим. Хотя, я думаю, мне войск пока вначале хватит, да? Так, а ну подвинься, пожалуйста. Ага, вот сюда и сюда. Да, тут поставим еще одну фабрику, наверное. И, в принципе, я думаю, нам двух фабрик хватит. Ну, по крайней мере, посмотрим. Главное, чтобы гадские черви нам не мешали. А то, вы знаете, моя любовь к этим грибаным червякам. Вот. Всю малину испортить нам. И клубнику тоже. Так. 1500. Ну, сейчас ходку сделает наш. Командир. Санек на Хорвестере. И построим еще одну фабрику. И дальше можно будет делать казармы, остальные все вещи. В принципе, думаю, нам этого хватит. Ну, по крайней мере, я думаю, да? То есть, двух фабрик обычно хватает в дюне. Если нам ее не будет хватать, то... Всегда можно заказать третью. Так. Ну, да, если я правильно помню, у нас Ордосы где-то вот тупо справа находятся. Вот прям параллельно нам направо, да, если так можно сказать. Обнаружена неполадка. Обнаружена неполадка. Ну, это таким непрозрачным намеком, но говорят, что у тебя мало денег. Нет, нужна неполадка в вашем банковском счете. Надо больше денег. В принципе, кстати, можно пойти войной на Ордосов, но мы тогда потратим как можно... Ну, больше денег, и, в принципе, миссия затянется. Кстати, помню, я когда вот стримил, да, у нас на Твиче эту игру. Мы там проходили как раз-таки вот эти миссии. Я помню, у нас там эта миссия вроде где-то, кстати, час и заняла, наверное. Ну, типа, я не знаю. Или около того, да? То есть она довольно длинная, если заниматься войной, конечно же. А если страдать хернёй и сидеть на базе в глухой обороне, то всё будет хорошо. Ну, вот, наверное, казарма я всё-таки сделаю. Пусть будут. То есть если мы ещё будем сидеть в обороне и просто собирать спайс... Можно, кстати, третью фабрику тогда сделать. Да, если мы ещё будем сидеть в обороне и собирать просто спайс, я думаю, в принципе, миссия будет быстрой. Ну, там, за полчасика, думаю, мы и пройдём. Опа, уже. А, это уже три циклы, нахер надо. Домой. Так, ну, давай начнём с казарм, да, как я говорил. Да, теперь у нас открылось улучшение. Теперь можем улучшать казармы. И таким образом будем получать ракетчиков, что тоже классно. Так, что ещё сделаем? Давай ещё плиты. По классике. Так, помоги нам. Крепан, три циклы. Видите, как квадры их разбирают? Классно, да? То есть вот эти квадры, они прям вообще молодцы, эти квадроциклы. Урон дают прям, мама не горюй. Так, поехали плиты строить. Главное, чтобы червей не было. Вот самая главная наша беда, наверное, это черви. Это прям хана будет, если черви нападут. Типа, я даже не знаю, что мне с ними делать. Харвестеры туда-сюда возить. Тогда да, только так. Так, здесь было бы неплохо сделать, наверное, ещё какой-то военный завод. Завод для подкрепления, да? Но, наверное, лучше сейчас сначала заделать энергостанцию. Да, давай сначала с неё начнем, а там разберёмся. Я хочу ещё радар, чтобы видеть, что вообще вокруг меня находится. Э, помогите. Вот, суки, смотрите, как сильно хорвестер мой хотят взять, а? Придём за жопу, хотят его схватить. Видите, ракетчиков настроили, вот гады. Так, давай иди сюда, солдатик. Мы плитами давай тут потихоньку закрываться, потому что сейчас сделаем, наверное, тут энергостанцию, вот идеальное место для энергостанции. А там потом разберёмся. Так, надо 5000 собрать, у нас здесь ресурсов, если я правильно помню, да, задачу нашей миссии. Да, просто 5000 собираем, и на этом всё. На этой миссии считается выигранной. То есть даже не обязательно заниматься здесь апгрейдами, постройкой войск и так далее. Типа, ну просто сиди, собирай спайс. И в каком-то плане, ну это, наверное, самая лучшая тактика, да, здесь сидеть, пердеть, и на этом всё. Ну я, наверное, заделаю здесь ещё эту радарную станцию. Как он там? Форпост. Я хочу видеть, что вокруг меня происходит. Так, тут всё хорошо, тут всё нормально. Давай, наверное, трицикл сюда подкинем ещё. Пусть поближе ко мне будет. А то тут мерзкие ордосы нападают, вы же знаете их. Они хоть и зелёные, но отнюдь недружелюбные. Вообще недружелюбные, давайте так скажем. Так, а вот, дорогая, я теперь всё вижу. Хорошо. Давай домой на базу. Так, смотрите, мы теперь с вами что можем делать? Интересно, хватит ли мне энергии? Возможно. Ну, кстати, вот места под базу вообще шикарно, много дали, класс. Я бы, наверное, сейчас даже ещё одну фабрику заделал. Кстати, вот там сверху спайс добывать. Давайте заделаем. Да, мы сейчас много денег потратим, но в принципе, в приоритете, я так думаю, мы эту миссию быстрее просто пройдём, да? Типа, если сейчас вкинуться в экономику, ну, сделать ещё третью фабрику спайса, вот здесь где-то, да? Мне кажется, будет шикарно. Сейчас тут будем добывать специи. На три хорвестера вообще шикарно будет. Ну, сделаем ещё одно, наверное, хранилище. Так, на всякий случай. И всё. Можно сидеть, так сказать, сливки собирать. Так, ладно, приказ подтвердён. Как-то так. Так, ну, пока червей нет, меня всё радует. Так. Вот этот хорвестер далековато ты поехал. Давай домой уже. Мы тебя ждём, мы тебя любим. Мы о тебе заботимся. Проклятые ордосы нападают на нас, твари такие, да? Гадские ордосы. Так. Хорош. Даже электроэнергии хватает. Кстати, можно тут попробовать энергостанцию лепить. Миш, хватит места, да? Или нет? Я вот не знаю, типа... Нет, подожди, раз, два, три. Нет, не хватит, сюда не влезет. Вот тут электростанцию влепим. Блин, место до хрена, можем себе позволить. Так, ты у нас едешь до вот этой специи. Тут у нас периодически гадские ордосы нападают. Но у них ничего не получится. Да. Вот и всё, ребята. Довоевались, кажись, да? Так, ну, в принципе, можно даже попробовать заделать и этот, как он называется? Военный завод? Сейчас денег польётся рекой. Давай, вот здесь. Так, плюс электроэнергия. Поехали, делаем заводец. Его даже, кстати, здесь можно влепить вроде как. Да. Опа. Опа, десантура! Ни хрена себе. Ребята. Не, давай по-другому. Уходим. Вот это было очень неожиданно для меня. Ребята, хелпа нужно сзади, срочно. Нет, он был так молод. Отстаньте от него. Вот суки. Смотри, что творят. Сейчас уничтожат его такими темпами. А ремонтной мастерской-то у нас ещё нет. Давай, военный завод. Ну, тогда придётся делать солдатиков. Да, просто немножко деньги вкидывать. Нет! Вот суки, ты смотри, что творят. Да, сейчас там солдатики пригодятся. Не справляемся немного. Ты смотри, как прям напали, да? Подло. Со спины. Это же Харкони на такими методами обычно пользуются. Вы же благородный Уордос. Ну-ка, сказать, благородные. Мерзкий Уордос. Вот кто вы. А, не хватает здесь места. А, похер, давай так. Влепим, насрать. О, пацаны живы. Отлично. Не-не-не, строй-строй-строй. Так, всё хорошо, это дело готово. Ну, блин, теперь Харвестер не будет у нас. Ладно, продаём тогда. Ну, а что я могу поделать? Я хотел уйти в инком. А Уордос решили войти ко мне в задницу. Частично у них это получилось. Но лишь частично, да? Ладно, будем сидеть тогда на двух Харвестерах. Ну, что я могу поделать? Сидим на двух Харвестерах, строим армию. Вот эти ребята у нас тыл прикрывают тогда, да? В случае, если опять будет прорыв. А тут мы будем делать три цикла пока. Давай сюда ещё заедем. Так, точка. Ну, а что поделать? Три циклы плюс солдатики. В принципе, думаю, этого мне достаточно будет. Хотя можно попробовать сейчас ещё одну фабрику заделать. Сейчас там у меня уже силы есть, да? Оборона-то есть. А давай. Будь что будет, как говорится. Тем более, три циклы строят, стоят три сотни денег. Нормально. Тем более, для меня сейчас сюрпризов каких-то не будет, я уже готов. Как юнит, я готов, как юнит. Так, солдатики, давайте вы сюда пойдёте на прикрытие. А ещё одного мы кинем наверх. Ну всё, думаю, в принципе, больше войск заказывать мы не будем. Пока посидим на том, что есть. Хорошо. Так, тут у нас ещё два-три цикла есть. Нормас. Для обороны сойдёт, думаю. Так, ну окей. Посмотрим. Ну вот, фабрика пряности. Новая, с пыл, с жару. Как мы любим. Блин, а ордосы, конечно, мерзкие какашки. Да, взяли, напали. Веролобно. О, червь! А почему нам не говорят, что обнаружили червь, а? Помогите! Этого только нам тут не хватало. Он прям за нами крадётся, вы гляньте на него. Крадётся, мерзость такая. Так, ну я надеюсь, успеешь там выгрузиться. Так, этот поехал загружаться. Шикарно. Правда, тут специи не так и много, но есть чуть-чуть. Ещё потом в центр его кинем. Так, ну чё, червячек, как оно у тебя? Нормас? А, получай, получай. Ребята, уезжаем. Ага, хорошо. Ну чё, нравится тебе, червь? А тут ты вроде как не умеешь ничего. Тут уже не твоя власть. Тут уже камень. Так, Харвестов, уезжай быстрее, давай. Ага. Сейчас прогоним его, прогоним. Типа, фу, мерзость, уходи отсюда. Да, командир. Надеюсь, он уйдёт. И вот на миникарте, кстати, его не видно. Это тоже немножко, знаете, меня огорчает. Типа, казалось бы, во второй дюне, если вы помните, там червь, он, знаете, такой, как точечкой небольшой обозначался. Белой вроде точкой, но тем не менее обозначался. Здесь он вообще никак не обозначается. Типа, червь, ну и червь. Ну есть, есть. А где он, как он, что он, хрен его знает. К нам ползёт, да? Да, походу к нам ползёт, сука, такая. Так, а мы давайте будем ползти от него. Прибыл подкрепление. Прибыл подкрепление, хорошо, мне это нравится. Давай, харвестер, уезжай. Не тупи, пожалуйста, валим отсюда. Уже чётко за нами едет, я знаю. Он хочет немножко меня. О, вот это подкрепление, слушай, ребята, с какой-то стати. Чем это я заслужил такую подкрепу-то, а? Не, ну как бы мне приятно, спасибо. Почаще бы так. Слушайте, и квады дали, всё как надо, всё по-человечески. Ну а тогда на тыл кинем немножко войск. Кажется, что то дело пошло. Можно было тогда ещё и не строить, да? А, вот ещё черт, мерзкий такой, скотина. Хочет вкусить чуть-чуть маленького харвестера. Я тебе его не дам, зараза, даже не проси. Блин, я даже не знаю, можем ли мы его убить в этой части. Вот, честно, ни разу не убивал червя. В Дюне 2000? Вот, реально, ни разу у меня этого не было. Так, ладно, пока червь ушёл, давай собирать спайс. Вон он ползает. Надо за ним мониторить, так сказать, наблюдать. Он же, когда редиска такая, может и вернуться. Ну. Вроде я его не вижу, хорошо. Давай дальше собирать специи. Так. Тар-тар-тар, склад сюда. Место есть? Место ещё дохрена. Давай подальше. Тут как бы темно и страшно, я даже не знаю, что там происходит. Так, ладно, тут как бы тоже такое себе местечко. Ага. Вот он. Саня, беги! Саня, спасаем рядового Саню. Новый фильм, только на Аракиси, только на Дюне снимаем. Остробюджетный триллер. Спасти Саню. Сможет ли Саня дойти до фабрики пряностей или нет? Так, ну вроде сбежали. Жесть. Так, ты всё собрал, да? Давай тогда на базу. Чё тупишь? О, ордосы пришли. Мерзкие ордосы. Редиски. Слушайте, они даже на меня особо-то не нападают. Как бы я тут чувствую себя даже немного нехорошо, наверное. Да, типа я тут агрессор какой-то. Не, ну хотя они сами на меня нападают, да? Типа не я на них напал уже. Так, ну вроде место ещё есть. Харвы грузятся. Лавеха мутится. Шикарно, аж три харвы грузятся. Жесть. Сейчас вот этот харвестер, наверное, отправим тоже туда. На уголок. Чтоб никто не уволок. Так, червя пока не фиксирую. Можем добывать. Тут самое главное, это вовремя съебнуть. Да, вроде червя нет. Самое главное вовремя свалить. Давай туда. Всё, миссия, в принципе, видите, язычная, да? Если тут не агрессировать, не идти атаковать ордосов, то, в принципе, тут всё легко. Сидишь себе, добываешь ресурсы, добываешь пряность. И всё шикарно у тебя. Ты куда, дурак? Ты куда же тебя отправил не сюда? Ты что, с ума сошёл? Вот пряность есть, дурачок, ты что? Жить надоело. Тут, кстати, какие-то кости или что это такое? Или части орнитоптера. Какие-то остатки валяются. Всё, идём на базу и завершаем эту бренную миссию. Как видите, она довольно простая, лёгкая. Тут, в принципе, даже войск особо так много строить не нужно было, да? Как я с перепугу сел на штамповал их тут. Тут как бы всё и так шикарно было. Сейчас два харва разгрузится и будет шикарно. Так, а места нам хватит? Да, с запасом. Типа, фабрики сами по себе очень много места хранят. Удобно. Всё, дел сделано. Извечная миссия. Просто если идти воевать с ордосами, то эта миссия может затянуться минимум на час. А если тупо собирать спайс, то, ну вот, минуток на 20, не больше. Да, это не спидран, конечно, миссии, но затягивать тоже мне не особо хочется. Там будут ещё, поверьте, ребят, у нас будут ещё в этой игре миссии, где мы минимум час будем проводить. Но пока, я думаю, мы обойдёмся. Вот, кстати, одна из таких миссий. Ну, она не совсем на час. Ну, на полчасика точно эта миссия, да? Это миссия с Фрименами вроде, если я правильно помню. Как-то так. Так что, на этом, в принципе, всё, ребят. Спасибо большое вам за просмотр этого видео. Если вы тут впервые, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте. Ну, и не забывайте переходить по ссылочкам в описании. В нашу группу в ВК заходите, в Дискорд-канал и на Твич, где мы стримим всякое стратегическое и не только. На этом всё, всем удачи. Spice Must Flow. Увидимся в следующем видео этого прохождения. Всем пока.